Велосипедисты закрыли летний сезон. Сейчас в Люберцах профессионально велоспортом занимаются около ста человек. Любителей гораздо больше. Всех их попытались собрать вместе на последний в этом году массовый старт. Сколько человек откликнулось и по каким улицам промчалась колонна велосипедистов в следующем сюжете. Редкий случай, когда известный люберецкий веломарафонец Алексей Курлыков пришел пешком. Травма не позволила сесть на любимое транспортное средство. Алексей повредил колено во время очередного марафона. На этот раз он смог доехать до Алтая, хотя планы были амбициозные – добраться минимум до Улан-Удэ. Такие неприятности, признается спортсмен, быстро забываются, а эмоции от путешествий – никогда. Это свобода, это кайф. Общение с новыми знакомыми, друзьями, новая природа, воздух. Я могу все заехать, потрогать, увидеть собственными глазами. Это свобода передвижения. На призыв закрыть сезон массовым катанием откликнулось немало люберчан. Старт велопробегу дал глава округа Владимир Ружицкий. На старт! Внимание! Марш! Поехали! 10 километров от центрального парка до станции метро Некрасовка и обратно через Комсомольский и Октябрьский проспекты. Этот путь на велосипеде занимает несколько часов. Поэтому в администрации сейчас прорабатывается вопрос, как сделать передвижение велосипедистов быстрее, комфортнее и безопаснее. Мы ставим с собой задачу, вот все парковые зоны на территории городского округа, а это наши все поселки, и Малаховка, и Красково, Томилино-Октябрьский и Люберцы, соединить единой велодорожной сетью. Повторяю, это непросто, но у нас такая задача стоит. Клуб любителей велопробегов насчитывает около 100 человек. Однако велосипед как средство передвижения выбирает тысячу люберчан. И с развитием сети велодорожек количество желающих крутить педали увеличится. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.